В этой рукописи «Бессмертие» — это реально, за которое мне дали 8 лет, так и написана статья. 8 лет за бессмертие. То есть я отдал народу бессмертие, а оно мне отдало только 8 лет. Немножко маловато, говорят. Но 8 лет. Так вот в этой работе я писал о фотосинтезе и о бета-синтезе. Это о двух великих процессах на Земле. Ну, фотосинтезы, еще нам говорят со школы, на школьной скамье, что это процесс, происходящий под действием фотонов. Что там происходит, в общем-то ученые не могут сказать. Но ясно, что если есть фотоны, то и есть продуцирование биомассы. Я глубоко проанализировал это явление и пришел к убеждению, что фотосинтез — это ядерный процесс. Дело в том, что когда мы изучаем структуру хлорофилла клетки, которая расположена между оболочкой и ядром, то в хлорофилле есть такие ядра, называются порфировые ядра. Порфировое ядро конструктивно похоже на додекаэдра. Вот на такой кристалл. Вот по вершинам здесь будет углерод. Скажем, бензольное кольцо — это там шесть углеродных атомов. А у додекаэдра — это углеродная система из... Вот сколько здесь можно посчитать углеродных атомов. Денадцать плоскостей — и вот сколько вершин стоп углеродных атомов. Вот это и оказывается атомный реактор. Оказывается, это молекулярный атомный реактор. Внутри, он пустотелый, внутри находится Н2, азот, я что-то доказал, азот, и какая-то компонента, всасывающаяся в это растение. Меня интересовал именно процесс фотосинтеза и образования магния. Я обратил внимание на то, что часто бывает почва настолько объединена магнием, её может быть и нет там, а тем не менее листва зелёные — это магния. Именно хлорофилл зелёный, благодаря именно магнию. Я провёл конкретный эксперимент. Долго я его повторял и окончательно убедился. Я брал черенки в смородину. Это залу дал на анализ спектральный. Мне показали, что там примерно одна десятая процента магния в этих черенках. Дальше я выращиваю их на глине. Глина была специально очищена от магния. И другие дал питательные компоненты, включая воду и так далее, в которых магния полностью отсутствует. Черенки развивались, листва образовывались. Листву я потом сжигал. И в том числе есть черенки. Установил, что магния уже было не там 0,2 до 1,5%, а уже было где-то 11-12%. То есть явно магний образовывался, из чего пока мне не было понятно. А когда я исследовал парфировые ядра, там был азот Н2 и алюминий 2О3. Вот это глина. Это мелкодисперсированный, растворенный в щелочной среде. Вот это алюминий 2О3. И вот, значит, оказывается энергия для того, чтобы перебросить водородный атом от одного атома азота до другого атома азота. Один атом азота. У азота 7 водородных атомов. У второго тоже 7. Значит, можно перебросить водородный атом. Вот, скажем, 1-3, 1 водорода от одного ядра азота, они сближены на расстоянии порядка радиуса 10 ядерных сил. И вот, оказывается, в такой структуре, это нейтронные отражатели, углеродные атомы, они являются как бы нейтронным отражателем. В этой структуре достаточно энергии электрон-вольт. Достаточно. То есть если у нас H-ню энергии фотона порядка электрон-вольт, то это вполне достаточно, чтобы перебросить протон от одного ядра азота до другого ядра азота. При этом что произойдет? Здесь будет на единицу меньше, это 6, то есть это будет С, это будет С, 6. А здесь будет на единицу больше, то есть 8, то есть кислород. То есть азот преобразуется в СО и плюс примерно 0,3 мегаэлектрон-вольта. Вышла ядерная реакция в виде ядерной реакции. Значит, там электроны выходят и, значит, фотоны, доходящие в некоторых случаях до гамма-фотона, то есть очень жесткие. Вот, например, сине-зеленая водоросль, она дает примерно до 1,9-1,2 ангстрем длина волны, то есть это уже фактически гамма уже. А это явно фотоязерный процесс. И вот этой энергии достаточно, чтобы произвести переброс водородного атома вот в этом ядре между одним атомом алюминия и другим атомом алюминия, 13. Потому что в корунде алюминия 2О3 атомы очень сближены на расстоянии порядка 10 и 1С. И вот этой энергии оказывается достаточно. И водородный атом свободно перескакивает 1-3 на другой. Значит, этот атом, было 13, станет 12, превращается в магний, магний 12, а этот алюминий, плюс 1, 13, плюс 1, 14, превращается в кремний. Вот откуда берется кремний 14. И плюс порядка полутора мегаэлектронов вольт энергии. Порядка полутора мео. Вот этот магний и окрашивает хлорофилл в зеленый цвет. Он образуется за счет преобразования алюминия. Когда я исследовал, я нашел много других ядерных преобразований вот в этом, значит, интересном порфировом ядре, углеродном порфировом ядре, то есть, как говорится, молекулярном атомном реакторе. Я заметил, что этот процесс совершается и в клетках животных происхождения, которые не занимаются фотосинтезом. Вот у нас клетки, они, это не растительные клетки, им фотоны не нужны. Ведь если мы обратим внимание на всякое нагретое тело, то нагретое тело излучает, с одной стороны, фотоны, и, с другой стороны, электроны, эмиссионный процесс. Фотоны, это нам создали мир растений, флору, а электроны, солнце, электроны поступают, они создали фауну, животный мир, черви, грибы и так далее. И вот, значит, оказывается, переброс водородных атомов происходит не только от фотонов, но и от электронов. У меня было две заявки на открытии. Это явление переброса водородных атомов под действием фотонов, и явление переброса водородных атомов под действием электронов. То есть под действием фотонов это, значит, фотосинтез, а под действием электронов, я его называл бета-синтез, потому что электроны бета, когда так привыкли люди обозначить, что это бета-синтез. Фотосинтез нам со школьной скамьей говорят, а о бета-синтезе еще никто не говорит, кроме, как я в своем труде писал бета-синтез. Ну, за что, конечно, дали срок. Не надо пока еще говорить, может разновато. Да, и вот, значит, когда я начал анализировать, какие же у нас идут бета-синтезические процессы в клетках животных, в первую очередь опять азот. Вот, скажем, значит, в растениях там, значит, при фотосинтезе азот преобразуется, ну, это, в общем-то, алкалоиды несут азотную группу. Алкалоид — это азотосодержащее щелочеподобное вещество, то есть это предбелок. А в животной клетке тоже азотосодержащее, но уже кислые вещества. Мы называем ее аминокислота. То есть там алкалоид, а тут аминокислота. И тоже азот. Тоже азот преобразуется, тоже выделяет те же самые 0,3-0,4 мегаэлектрон-вольт энергии. И этой энергии хватает на преобразование целого ряда процессов. В частности, фосфора. То есть мы слишком умны не потому что так старательно, а потому как, видимо, фосфор преобразуется на уровень ядерных процессов. И действительно, два атома фосфора в соединении П-15, второй атом тоже 15, переброс водородного атома 1-3H, превращает один атом фосфора в 14, то есть кремний, все кремнии, значит, 14. А второй атом фосфора в 15 плюс 1 превращается в серу, С-16. Вот откуда берется у нас и серый кремний. Кремний, и кислота поступает в почки, на этом основан диурез. Не будь кремней кислоты, нет этого диуреза. И действительно, введение любой формы кремния, ну, скажем, аргуса, там много кремней кислоты, у нас усиливается диурез. Огурцы, и вообще растения, растущих на песках, обладает способность растворять кремний. Кремний кислот образуется. И вот это усиливает диурез. А в организме, если этого нет, формируется за счет фосфора. То есть фосфор. Серый же, это идет в кожу. То есть у нас потолгонный процесс определяется именно серой. То есть выделение вредных продуктов по кремнию, это идет система диуреза, по серии, это идет патагонный процесс. Вот, скажем, мы берем, варим цветы липы. Там серия из-за вещества. Вот оно патагонное. И патагонных очень много. Малина, там, калина, клюкова, бузина. Все это содержит серу. А серы у нас патагонные. Все очень важные. И еще более важный процесс образования кровяных элементов. Гемоглобина. Там же хлорофилл, в России, никакая, здесь и гемоглобин. Потому как порфирное ядро такое же, и там, там, одинаковое. Но это хлорофилл зеленый, а гемоглобин красный. Почему? Да потому что вот там, к порфирам ядре, азот, вступая в реакцию преобразования, вынуждает преобразовываться кобальту. Кобальт. Соединение кобальта, то есть от ядра кобальта, кобальт-27, методородных атомов, плюс кобальт-27, перебрасывается водородный атом 1-3, 1. Получается 27-1, 26. Это феррун. Феррун 26. Ну, а здесь 27-1, никель. Никель 20. 27-1, 27-1, никель. Вот это же, вот это, это образованное железо, оно будет двух валентах, у нас кобальт трех валентах. Один водородный атом, который давал нам валентность, перебросился на другой и сделал этот кобальт двух валентах. Вот этот, вот он откуда берется двух валентное железо. И благодаря этого атома, значит, кровь красная, хотя, возможно, может быть, и не только на железе. Скажем, вот у нас есть еще одна кровотворная система, это лимфосистема. Это тоже кровотворная система, но для животных, живущих в море. Там тоже есть гемоглобин, но там в порфирном ядре, здесь вот кобальт, а там, это, медь, медь. И называется, то, та кровь, голубая кровь, не гемоглобином, а называется она гемоцианином. И медь именно так же преобразуется под действием электронов и это в никель, и это и цинк, если там между двумя атомами. Но там обычно хлорид, хлорид медь, и поэтому там, значит, никель образуется. Вот, значит, коротенько, потому как тут можно много говорить об этом, коротенько о фотоядерном процессе и бета-ядерном процессе. И теперь понятно, как-то я однажды проводил анализ, откуда же берется столько тепла у человека. Когда я мысленно построил буржуйку, так, теплушку, и мысленно ее начал отоплять сто лет, сколько бы мне надо сжечь угля. Примерно же оказался сжечь наторожный состав, чтобы сто лет, чтобы он был теплый, на 36-20. А мы съедаем один вагон только. Значит, никак не получается. Кроме того, значит, я попросил провести эксперимент на собаке, один эксперимент. Кровь из легкого должна, по идее, быть холодной, потому как кислород там не сгорает в легком. Значит, начисления процесса в легком нет. Поэтому кровь должна быть холодной. Я говорю, замерьте мне температуру. Мне сообщает кровь, температура крови, выходящая с легкого, имеет выше температуру тела. То есть, если вы дышите, то у вас тело обогревается. То есть, не бойтесь в холодный момент дышать. Глубоко задерживая дыхание. Вы будете нагреваться. Я тогда начался искать. Как же так? Значит, получается, часть кислорода сгорает. Анализируется, оказывается, она не сгорает. Кислород не снистили не сгорает, а уносится для обогащения организма. А что же происходит? Оказывается, азот. Азот. В легком, оказывается, азот у нас усваивается. И вот этот азот превращается в СО. Часть, конечно, выходит назад. Это СОА. Значит, аэнергией мы нагреваем кровь, в которой мы обогреваем весь организм. Что это очень... Наличие азота очень важно. Это, в общем-то, горючее для животных. То есть, скажем, это горючее для растений, но там он другой имеет функцию. А вот здесь это горючее для животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова